С этой необычной установкой в помощь молодым родителям Дима Бовда взял третье место на конкурсе в Королёве. Учащийся механико-технологического колледжа разработал прогулочный комплекс «Современная семья», который стал лучшим среди конструкций областного этапа талантов 21 века. Почему бы и нет, транспорт быстрый и, главное, экологичный. Позже изобретатель получил признание и на международном уровне. Кстати, идея совместить гироскутер и детский велосипед пришла именно мастеру производственного обучения во время просмотра роликов на Ютьюбе в поисках полезных новаций. Наблюдали такую картину. Одна молодая мама на гироскутере везла коляску с ребёнком, ну и получилось, что впереди поворот. Мама ушла в одну сторону, коляска в другую сторону. У нас возникла идея, почему бы это не совместить, всё вместе сделать. Ну и сделать, соответственно, таким образом, чтобы можно было. Ну, не хочу я на гироскутере, хочу просто прогуляться. Значит, коляской прошёлся просто. Такая вещь, уверен, третий курсник станет полезной родителям, которые шагают в ногу со временем. Тем более, замысел заключается в нескольких вариациях. Согласно проекту, гироскутер и байк можно использовать по раздельности. А с простым механизмом, говорят разработчики, всего за несколько минут справится даже самая хрупкая мама. Здесь на велосипеде крепится сумочка с аккумулятором, который питает светодиодную ленту. Это дополнительная подсветка. Она включается и выключается через переключатель. В этой сумочке находятся ключи, чтобы можно было разобрать всю конструкцию, использовать светильный гироскутер и велосипед. Этот прогулочный комплекс воплотился в реальность в рамках техно-отелье. Именно здесь Валерий Романчук вместе со своими учениками занимается разработками, конструированием, моделированием и проектированием. После чего старые вещи и получают шанс на вторую жизнь. Например, вот этот пикап или машина техпомощи на базе «Москвича» еще ни разу не участвовала в конкурсах, хотя к ее чертежам многократно проявляли интерес различные специалисты, в основном бизнесмены. Здесь убрали часть кабины, сделали платформу грузовую, на которую поставили, смонтировали небольшую такую стреловую лебедку, которая имеет оборот 360 градусов. Бабушки там ворота обвалились на деревне или колодец там вверх, крышка упала или что. Можно подъезжать, самостоятельно делать все эти такие мелкие хозяйственные работы. Что же касается разработки Дмитрия, то ей заинтересовались на республиканском уровне. Кроме того, парень стал обладателем президентской стипендии. Его внесли и в фонд одаренной молодежи. Это с учетом того, что из Беларуси на призовые места претендовали по 12 человек из каждой области. Но уже сейчас изобретатель взялся за следующий проект. В его планах поступить в высшее учебное заведение и дальше заниматься ремонтом автомобилей и мотоциклов.